В Дербенском районе активно сажают яблони и сливы. Там реализуется крупный проект по закладке садов суперинтенсивного типа. В настоящее время идут работы на площади 240 гектаров. Сотрудники Минсельхозпрода Республики проверили темпы работ. О секретах садоводства сюжет Зумруд Гамидовой. Этот яблоневый сад нового поколения еще совсем молод. Первые деревья были посажены в 2016 году, а уже к весне суммарная площадь садов достигнет 240 гектаров. Все плодовые насаждения суперинтенсивного типа. На каждый гектар приходится и не менее 2000 деревьев. Основные массивы садов заняты сливой и яблоней. Сейчас здесь проходит обрезка деревьев. На итоговую экономическую мощность посаженных садов это 10 тысяч тонн. Его в пределах валовый доход получается полмиллиарда. Прибыль остается в пределах 30-40% чистая. Прибыль – белые деньги. Сады оборудованы системой капельного орошения. Построены водосборники. Параллельно предпринимаются меры по оснащению хозяйства тракторами. Хозяин уверяет, что при наличии свободных земель он бы смог за ближайшие 7-8 лет заложить еще порядка тысячи гектаров суперинтенсивных садов. Хотим посажать дальше. Земли уже не имеем. Так что у нас проблема отсутствия земли. Если даже будет тысяча гектаров в течение 8 лет, можно спокойно посадить их. С учетом, что можно в год сажать 120 гектаров. Это вполне реальные вещи. Агроном активно прибегает к советам отечественных и зарубежных специалистов. Гаджиев неоднократно ездил за опытом в европейские страны. В частности, проходил обучение в Италии и приглашал иностранных специалистов и к себе в хозяйство. Сейчас в работе задействовано два десятка человек. Плюс ко всему, у жителей близлежащих сел появилась возможность, не выезжая далеко от родных мест, прилично зарабатывать. Нам очень хорошо, что есть такая работа, потому что и поблизости, и близкие, которые с сел тоже приходят, женщины, как бы у нас государственной такой работы тоже нет. И очень хорошо, что построили этот сад. При соблюдении всех технологий, такой сад может дать неплохой урожай. Уже через пару лет ежегодно здесь можно будет собирать до 10 тысяч тонн фруктов. Такие показатели – результат постоянной заботы о каждом деревце.